В понедельник европейские фондовые индексы возобновили рост. Инвесторы получили позитивные данные из корпоративных отчетов крупнейших компаний. За сегодняшний день индекс Stocks Europe 600 вырос на 0,2%. Американский фондовый индекс S&P 500 обновил недельный максимум на фоне ожиданий позитивной корпоративной отчетности и прибавил 0,1%. Золото продолжило падение. Ожидание инвесторов, что укрепление американской экономики приведет к росту объема кредитов, не оправдалось. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до уровня недельного максимума. Данные по китайскому экспорту превысили ожидания экономистов, что спровоцировало переоценку спроса на сырец. Brent прибавил 1,7%. Во вторник фондовые индексы США закрылись на рекордную высоту отметки пятую сессию подряд. В Федерации независимого бизнеса был опубликован индекс NFIB, который вырос на 0,8 пункта в октябре, его максимальный уровень за два месяца. Основные европейские фондовые индексы также завершили торги ростом. Оптимизму инвесторов Европы способствовало позитивной корпоративной отчетности. Падением завершились торги в среду на фондовых площадках США на фоне снижения цен на нефть и повышенных геополитических рисков. Европейские рынки закрылись в минусе из-за дешевления банковских акций. Банки согласились заплатить штраф, чтобы урегулировать нарушенные трейдерами правила торгов. Цена на нефть марки Brent продолжила падение с уровня четырехлетнего минимума на фоне нежелания ОПЕК сокращать объемы производства нефти. В четверг европейские фондовые индексы находятся в состоянии ожидания. Несмотря на негативные данные топливного сектора, индекс STOX потерял только 0,1%, так как вышли позитивные данные по квартальным значениям ВВП Германии и Франции. Между тем, нефть марки WTI находилась в состоянии самого продолжительного падения цен за последние три десятка лет. Баррель Brent также потеряла в стоимости 1,7%. Усиление доллара, которое связано со слухами о повышении базовой ставки в следующем году, привело к тому, что золото упало на 2,1% за последнюю неделю. Американские фондовые индексы незначительно колеблются в начале торгов в пятницу в преддверии начала праздников. Индексы материкового Китая опустились в последний рабочий день перед запуском связанных торгов операций в Гонконг и Шанхае, назначенные на 17 ноября. Европейские фондовые индексы отмечают подъем. Позитивные данные по экономическому росту Германии и Франции оказывают поддержку котировкам. Цены на золото упали на 1% в пятницу за счет укрепления доллара и позитивной макроэкономической статистики США.